МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пошли уже девятые сутки поиска АН-2. Готовы на колени сзади. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как удобно, так красиво! Есть 400 миллионов. Не хочу покидать Бурятию. Более 70% поддержали по праву. В темное время суток он ехал, просто удары, и все. Я осознал свою вину. Кто убил девушек? На Байкале разрешили массовые вырубки леса. Уголовные дела на высокопоставленных чиновников не редкость. Можно с собой гордиться. Свою воду надо любить, защищать. Ну что ж, Бурятия, хорошего сына ты вырастила! АПЛОДИСМЕНТЫ Коронавирус в Бурятии. Первая смерть больной. Тяжеловато, конечно. Будьте дома. Привыкнуть к смерти невозможно. Пандемия – это для нас внешний враг. Спасибо девочкам большое, конечно, врачам. Да, мне страшно. Нужны миллионные швей. Спасибо. Спасибо, папа. Увидеть те улыбки детей – самое бесценное. Почему бы не помочь? Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. О некоторых итогах года и последних событиях в вечернем выпуске новостей на телеканале «Оригус». Я Лариса Ренцеева. Мормандес, здравствуйте. И в начале об остановках Восточного экспресса. Коротко. Неосторожное обращение с огнем. Праздничные риски. На что стоит обратить особое внимание? Это для омоля просто катастрофа. Документы и реальность. Как решается судьба Байкала под занавес года? На самом деле Дедушка Мороз исполняет желания. Желания должны сбываться. Кто и для кого устроил новогодний сюрприз. И начнем с трагедии в Селенгинском районе. Две женщины погибли сегодня во время пожара в Улусе-Ташир. Первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные. К этому моменту уже горела крыша. Огонь распространялся по всему дому. Его сдерживали, как могли, до приезда спасателей. После тушения на пепелище обнаружили тела двух женщин 1963 и 2002 годов рождения. Причина возгорания предположительно короткое замыкание электропроводки. Спасатели напоминают, новогодние праздники – один из самых опасных периодов года. Статистика пожаров в это время увеличивается в разы. Основная причина пожара в праздничные дни – неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. И, как правило, состояние алкогольного опьянения. Нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных печей также являются наиболее распространенными причинами пожаров. Спасатели призывают не оставлять без присмотра растопленные печи и работающие электроприборы, не применять легко воспламеняемые жидкости, не доводить до перекала и даже не сушить одежду и дрова на печи, а также пользоваться только сертифицированными электроприборами, не перегружать сеть единовременным включением нескольких приборов и покупать для украшения жилья только сертифицированные гирлянды. С начала года в Бурятии потушили более 4000 пожаров, в них погибли 79 человек, 83 получили травмы. Далее. Чистый воздух для Влан-Удэ. Минприрода России везет работу по включению столицы Бурятии в федеральный проект. Планируется, что это произойдет в 2024 году. Сразу несколько федеральных ведомств разрабатывают дополнительно перечень городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В список населенных пунктов, где нужны срочные меры для улучшения его качества, включены Улан-Удэ, Гусинозерск и поселок Селингинск. Президент дал поручение пересмотреть перечень городов, которые входят в программу «Чистый воздух» в зависимости от уровня загрязнения. Подтверждение уровня по типам источникам определяется в сводном томе атмосферных загрязнений. Мы такой сводный том уже запланировали, предусмотрели деньги в бюджете на следующий год. Не останавливаемся, доведем работу по очистке воздуха до конца. В январе правительство Бурятия направит предложение, на основе которых будет приниматься решение по включению городов из перечня в состав участников федерального проекта «Чистый воздух». Также формируется план мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха. В этом году в Улан-Удэ уже начались дополнительные исследования. На это Министерство природных ресурсов в Бурятии предоставило администрации города субсидию в размере 4 миллионов рублей из республиканского бюджета. И другой экологический вопрос. Общественники и экологи обсуждали сегодня допустимый уровень Байкала. Правительство России готово подписать соответствующее постановление, однако с цифрами, указанными в документе, согласны не все. Подробности в следующем материале. Насколько можно Байкалу подняться или обмелеть? Сегодня допустимые нормы 2 метра 30 сантиметров. Экологи эту цифру считают завышенной. Ведь приняли ее несколько лет назад в условиях маловодия. Максимально допустимый уровень – 1 метр. Но обновленное постановление на эти рекомендации как будто закрыло глаза. Между тем, есть версии, что широкий диапазон разрешенного уровня чреват последствиями. Снижение – это прежде всего обнажением соров, в которых нагуливается рыба. Снижение – высыхание, деградация сенокосов. Повышение уровня приводит к размыванию коз. Ярки сейчас уже в севербайкальском районе интенсивно размываются. И опять же к деградации, к затоплению этих соров, где нагуливается рыба, в том числе краснокнижные виды, понижению температуры в них. С таким подходом могут свестись к нулю и все усилия по сохранению байкальского омуля. Запрет на вылов ввели 3 года назад, и за это время удалось увеличить биомассу на треть. Те вот положительная динамика, которая наметилась в восстановлении запасов омуля, она чревато прекратится в одно мгновение. Что если… Я не говорю о том, что это в режиме на какое-то незначительное время будет этот уровень действовать на Байкале, как в этом году. Но тем не менее, если это будет наблюдаться длительное время, то это для омуля просто катастрофа. Отчего зависит уровень Байкала? Фактора два. Первый – щедрость дождей. Второй – практичность Иркутской ГЭС. Последнюю можно назвать ключевой фигурой. Там решают, какой объем воды сбросить. Диапазон один метр смог бы сдержать аппетиты или наоборот заставить станцию работать в усиленном режиме. Иркутская ГЭС продолжает регулировать уровень Байкала без должного контроля и оценки последствий. Поэтому мы предлагаем, во-первых, принять обращение к правительству о том, чтобы была произведена должная мера по адаптации существующей инфраструктуры к возможным необходимым режимам регулирования Байкала для его уровня, для сохранения Байкала. Об этом просит и ЮНЕСКО с 2015 года. Но к международным стандартам России, по всей видимости, относятся скептически, говорят экологи. Все мероприятия, которые были необходимы провести для подготовки постановления правительства, они, естественно, все проведены. Второе. Все, что касается, вот, много раз упомянутой научно-инфицированской работы, там, 15-16-го года, она выполнялась. Вся информация об этой работе есть в открытом доступе. Если, так сказать, у кого еще не было возможности с ней ознакомиться, могут это дело. История, так сказать, Байкала длинная, и дай бог, он еще миллион лет будет нас с вами радовать. Будет ли? Нормативы более чем два метра примут не сегодня-завтра. Это значит, что размывать или осушать берега, нанося себе вред, Байкал может несколько лет. Ольга Арсенукаева, Валерий Чудопов, телекомпания «Аригус». К другим темам. Смертность в ноябре этого года в Бурятии стала рекордной за шесть последних лет. РУСТАТ представил данные по всей стране. По информации ведомства, число летальных исходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло в полтора раза. В целом же, естественная убыль населения за 11 месяцев более полумиллиона. Это в два раза больше, чем годом ранее. За ноябрь в Бурятии умерло 1338 человек. Это почти на 500 смертей больше, чем в прошлом году. В половине случаев причиной стал коронавирус. Отметим, показатель смертности превысил отметку в тысячу всего лишь семь раз, начиная с 2015 года. Статистика за ранние периоды недоступна, но зато данные республиканского ЗАГС обновляются ежедневно, и они неутешительны. С начала месяца уже 1393 смерти, не считая двух последних дней. А значит, декабрь имеет шансы установить новый печальный максимум. Тем удивительнее видеть такие цифры, учитывая, что официальные показатели смертности от коронавируса в Бурятии снижаются с начала месяца. Вот и за прошедшие сутки пять летальных исходов, а это гораздо меньше, чем в ноябре. За прошедшие сутки увеличился только круг контактных лиц почти на 600 человек. В остальном показатели прироста и выздоровления стабильны. И заглянем в будущее. Аналитики и экономисты говорят, что 2021 год не обойдется без серьезных экономических потрясений. Но, что бы ни случилось в нашей стране, мы постараемся предупредить вас об этом как можно раньше. Как это делала наша телекомпания в течение всего уходящего года? И сегодня по традиции поделимся грядущими экономическими событиями. О том, к чему стоит быть готовыми, в следующем году, далее в рубрике «Чужие деньги». Уважаемые граждане России, дорогие друзья, буду краток. Мы живем в бурное, динамичное и противоречивое время. В правительстве заговорили о сокращении штатов. Власть запронировала указать на дверь почти четырем десяткам замруководителей федеральных органов. А вместе с ними на улицу пойдут более 70 подразделений. В основном из числа тех, кто занят вспомогательной деятельностью. Но есть и хорошие новости. В центральных аппаратах чиновников станет меньше на 5, а в территориальных органов на 10%. Свободные деньги никто не будет требовать обратно. Они так и останутся в фондах оплаты труда, видимо, для стимулирования интереса к труду тех, кто, несмотря ни на что, удержался за свое место. Занятость остального населения медленно, но верно, вернется к докризисному значению в 2022 году. И думаю, этому прогнозу можно верить. Хотя бы потому, что строят его специалисты Центра макроэкономических исследований Сбербанка. А эти свои деньги считать умеют. Кстати, те, кто еще не потерял работу, радуйтесь. По итогам года, по мнению Центра стратегических разработок, число свободных и на все согласных приблизится к отметке в 3 миллиона человек. И все это потому, что в экономике начался очищающий эффект пандемического кризиса. Так, разорения предпринимателей охарактеризовали Центробанки. Говорят, с рынка уходят только малоэффективные компании с низкой производительностью труда. В общем, падающего подтолкни. Хорошо это или плохо, думающие люди пока не решили. Стесняюсь спросить, а на их место эффективные предприниматели пришли? Ах, не наблюдается. Но это не главное. Главное, что в России все еще есть деньги. Много денег. Один триллион рублей не успели потратить чиновники в уходящем году. Как ни старались. Эту сумму планировали в бюджете на госконтракты, силовиков, на потребности регионов и прочее-прочее. Ну, сами же видите, было куда потратить. А когда спросили, что с деньжищами делать будете в правительстве, ответили. Внимание, не пропадут. Видимо, на новогодние праздники кого-то присматривать оставят. Помнят, чей год по восточному календарю провожают. А вообще, похоже на раздел очевидное невероятное. Представьте себе заголовок. Из бюджета не пропадет один триллион рублей. Звучит. Да мы такими темпами в крупнейшую экономическую державу превратимся. Но это все фантазии. На самом деле, все шансы занять это место есть у Китая. По подсчетам, уже в 2028 году. Зарубежные аналитики считают, к концу десятилетия Поднебесная возглавит тройку экономических лидеров. А замкнут ее Индия и Соединенные Штаты. Видимо, они просто не в курсе, что у России есть стратегия устойчивого развития. Как минимум до 2030 года. С наступающим. Восточный экспресс движется дальше. И смотрите во второй части выпуска. 2021-й на пороге. Как встречать год быка, расскажет Ольга Арсенукаева. Как интересно провести новогодние каникулы. Праздничную афишу составила Евгения Жировова. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Что загадывают наши горожане, узнала Сержанна Мордегеева. В 6,5 тысяч рублей обойдется новогодний стол в Бурятии на четверых. Такие данные приводит Бурятстат. В состав продуктовой корзины входят традиционные закуски, салаты, горячительные напитки и соки, фрукты, десерт, ну и, конечно, минеральная вода, которая наверняка многим понадобится в первое утро 2021-го. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 500 рублей. Если быть точнее, то на 8%, как и индекс Оливье, который, по мнению многих специалистов, является лучшим показателем инфляции в стране. Исходные данные – двухкилограммовый тазик салата. В его состав входит полкилограмма картофеля, по 400 грамм маринованных огурцов и зеленого горошка. В два раза меньше майонеза и моркови, 4 куриных яйца, 300 грамм докторской колбасы и 100 грамм лука. Итого выходит 350 рублей, почти на 30 рублей дороже, чем годом ранее. В цене выросла и селедка под шубой почти на 9%. Другими новогодними новостями поделится Сергей Смоленинов. В обычные дни на страже порядка, а в Новый год создает детское счастье. Это обычный образ жизни Романа Еремеева, подполковника Росгвардии по республике Бурятия. Традиция поздравлять нуждающихся детей с ограниченными возможностями в семье появилась 8 лет назад. Только сначала Снегурочкой была жена офицера, а теперь его дочь. Спасибо вам за ваши добрые дела. А вот этой зеленой красавице и Деда Мороза не дождаться. Иркутские дайверы установили елку на дне Байкала. Чтобы главному символу Нового года не было одиноко, подводники проплыли вокруг дерева с хороводом. Традиции погружать елку в священное озеро уже более 20 лет. Но если температура под водой даже зимой выше нуля, то новогодняя ночь такой теплоты жителям республики не обещает. По прогнозам синоптиков 31 декабря от минус 30 до минус 35. Местами и вовсе столбик термометра опустится ниже 40 градусов. В общем, даже природа намекает, что лучше встретить 2021 дома. И тогда ни обморожения, ни ковид вам не страшны. Что ж, готовим оливье и не забываем о других традициях. 2021 год металлического быка. Как встречать и чем радовать? Символ года расскажет Ольга Арсунукаева. Бьет копытом 21-й блеск металла, облаченный. На пороге год быка. Мишурой обвил рога. Как встречать его, расскажем. Все с традициями свяжем. Главное, в кругу семьи. Бык не любит суетырь. Консерватор он конкретный. Дом, уют, подарок, теплый. Символ любит ритуал, что веками создавал. В чем встречать нам Новый год? Важен плавный переход. Стиль домашний – это тренд. Упускать нельзя момент. Комбинации костюма, крой пижамный, но с гламуром. Ледяной блеск серебра будет плюсом для быка. Подчеркнут стиль украшения. Чем крупнее, тем совершеннее. Блески, стразы, смоки айс. Будет лук ваш в Веринайс. Что должно быть на столе? Не привередлив бык в еде. Жует овощи и фрукты, много зелени и крупы. Думать над меню не надо. Птица, рыба, два салата. Что попроще любит бык? К алкоголю не привык. Любит символ чистоту. В помыслах и наяву. Шире дверь вы открываете. Новый год с теплом встречается. Счастье, здоровье и миллион подписчиков. Сервис работа.ру узнал, о чем мечтают россияне. В исследовании приняли участие более 3,5 тысяч человек старше 18 лет. Опрошенные могли указать несколько ответов. В тройке самых популярных пожеланий – здоровье, высокая зарплата и счастье. Почти каждый третий мечтает об окончании пандемии в 2021-м. Чуть меньше – о квартире, машине или даче. А каждый пятый хочет найти чемодан с миллионом долларов. 10% надеются не заразиться коронавирусом, а 7% весь год трудятся на удаленной работе. Среди самых редких желаний – сходить на концерт любимой группы и набрать миллион подписчиков в соцсетях. Загадывают ли желания жители Улан-Удэ? Если да, то о чем они мечтают? Слово нашим горожанам. Мы собираемся всей семьей. К нам приезжают бабушки, дедушки, все родственники. И все вместе загадываем желания подбойку рантов. Я бы пожелала, чтобы, наверное, вся ситуация с коронавирусом закончилась. Чтобы все было хорошо в новом году. Ну, это же секрет. Конечно, пожелаю много денег тоже. Но деньги же ведь не важны все равно. Я в этом году загадаю, знаете о чем? Чтобы все были успешными. Успешность – это прежде всего быть полезным. Полезным для людей, для общества. Главное – всем здоровья побольше. Для детей только. Это внутреннее желание души, сердца, счастья, душевного равновесия, духовного роста. Чтобы жить, ну, подольше, конечно, и чтобы здоровой быть. Отремонтировать дом. У меня частный дом, и вот у меня ремонт. Сын помогает. Желаю, чтобы все сбыло в следующем году. Спасибо большое. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим. Вам тоже удачи. Все люди много чего друг другу желают. Я просто желаю, чтобы их желания сбылись. Чья-то мечта, возможно, уже исполнилась. 101 роза. Годовой абонемент фитнес-центр. И не только. Радио Сибирь-Байкал продолжает традиционные новогодние акции. Что подарили победителям и как поздравили, расскажем далее. Дед Мороз! Дед Мороз! Здравствуйте, ребята! Ой, какой интересный, что-то посмотрел. За наружу, наружу, наружу. Ой, молодцы! Мы выбрали для себя самые трогательные, интересные, экстраординарные желания. В итоге мы выбрали пять счастливых слушателей, которых сегодня мы одарим. Поздравляем! 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 Спасибо большое, Дедушка Мороз! На самом деле, Дедушка Мороз исполняет желания. И очень рад и очень счастлив. Спасибо огромное, Дедушке и Снегурочке. Пусть у них тоже исполнится желание в Новом году. Я помню, помню, что ты догадывал. Итак. Та-да! А, подарок здесь! Подарок здесь вручаем мы в подарок. Данил, вот, пожалуйста, получай подарок. Это для тебя. С наступающим Новым годом! Я очень рада, что Дедушка Мороз исполнил мою мечту. Большой и сладкий подарок. Поздравляем! Праздник! Ура! Почему такой подарок вы загадали? Хотелось погромче грохот и напугать старый, нехороший Новый год, чтобы он побыстрее ушел. Пусть эта елочка в праздничный час, Каждая иголочкой радует нас, радует нас. С Новым годом! Сердечно благодарю радио «Сибирь-Байкал» за этот прекрасный подарок. Конечно, было неожиданно, прекрасное завершение года. Классное желание, почему именно такое, с чем это связано. Я просто нахожусь в декретном отпуске и хотелось бы привести себя в форму к лету. И желаю всем, чтобы у всех исполнялось то, что они за это захотели. С Новым годом! С Новым годом! Ура! Как провести новогодние каникулы так, чтобы весело и интересно. Большинство мероприятий пришлось отменить из-за пандемии. Но, несмотря на это, в начале будущего года будет куда сходить, как взрослым, так и детям. Афишу подготовила Евгения Жировова. Как же давно мы не были в театре. Еще в марте их закрыли и открыли лишь 20 декабря. Тут же все выложили афиши на январские каникулы. Билеты появились в продаже. Но если хотите успеть сходить на какую-то постановку, поторопитесь. На некоторые билетов уже нет. Еще один вариант культурного досуга – музеи. Все они ждут посетителей. Только не приходите с 1 по 4 и 7 января. Иначе полюбуетесь лишь на закрытую дверь. А можно сразу и в музей, и на свежий воздух. В этнографическом установили такие вот фигуры топиари из искусственной травы. Сделали священных животных. Селфи. А дальше хоть на экспозицию, хоть в зоопарк. Самые активные могут покататься с горок. Прокатимся и мы. Приезжайте, покатайтесь. Это будет здорово. Если не боитесь мороза, тогда вперед на катки и лыжные базы. Можно прийти со своим инвентарем, а можно взять в прокат. Цены вполне бюджетные. От 30 до 150 рублей. В домах культуры, парках и библиотеках все мероприятия в основном пройдут онлайн. Принять участие можно, не выходя из дома. Начать составлять собственную праздничную афишу можете уже завтрашнего дня. Самое веселое и бюджетное развлечение вы найдете прямо в центре города. Евгения Жировова, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Ну а встречать Новый год мы предлагаем с нами. Телекомпания «Аригус» подготовила для телезрителей большую программу развлекательных и информационных передач, которые вы больше нигде не увидите. Что ждет вас 31 декабря на нашем канале, расскажет Сергей Смоленинов. Каждый год одно и то же. Нет, праздничные программы и фильмы – это, конечно, хорошо. Но, мягко говоря, поднадоело. Тем более, услышать про заливную рыбу или насладиться каруселью звезд отечественной эстрады вы сможете на других каналах. Мы же – региональное телевидение. И готовим для вас то, что вы больше нигде не увидите. На «Аригус» в новогодние каникулы только местные проекты. Начинаем ранним утром спектаклем для самых маленьких. А к вечеру переходим к программе для всей семьи. Вспомним, что было смешно 20 лет назад с культовой программой провинциальной анекдоты. А затем посмеемся над современностью на концерте лучших юмористов Бурятии. И когда до боя курантов останется пару часов, подведем итоги года авторской аналитикой от Андрея Левантуева. Погибнет все живое, что только есть на этой земле. Когда оливье уже закончится, наш эфир будет только в самом разгаре. Разгадать тайну медальона королевы мы предлагаем юным зрителям и не только. Сериал, снятый детским театром, далеко не на детском уровне. В прекрасной половине наших зрителей покажем, что обнуление – это не про политику, а про красоту. Но и для всех ценителей – раритетные выпуски провинциальных анекдотов. Если новости, то про вас с нами. Если юмор, то на наши общие темы. Вплоть до возвращения в рабочие будни 11 января каждый член вашей семьи сможет найти на телеканале «Аригус» проект по душе и по вкусу. Смотрите с 31 декабря и все новогодние каникулы на канале «Аригус». Напомню еще раз завтра, 31 декабря, на нашем канале «Итоги уходящего 2020 года» в авторской программе Андрея Ливантуева. Будьте с нами, а сейчас свои итоги подводят мои коллеги – журналисты Восточного экспресса. Они ищут новости, интересных героев, берут актуальное интервью и помогают решить проблемы. Какие события в этом году для них стали знаковыми, узнаем прямо сейчас. Я в этом году впервые попробовал себя, попробовал свои силы в документалистике. Украденное детство о судьбах детей, которые провели годы войны в концлагерях, на поперевных территориях, в тылу. Отобрали детей, вагон, отдельный вагон, 80 детей подлежали уничтожению. Когда ты говоришь, как человек переживает эти ужасы решения войны, в 5, 6, 7 лет, ты не очень себе это представляешь. А когда ты ставишь рядом вот этого 6-летнего ребёнка, ты понимаешь, что вот 6-летний ребёнок своими глазами видел, как у него бабушка в бараке умирает, и как они под бомбёжку потом попадали. Ну, начинают волосы на загривке шевелиться. Знаковым для меня стал сюжет о проблемах больных муковисцидозом. Это вообще проблема не только в Бурятии, это проблема федерального уровня. И, к сожалению, прошёл год, но она так и не решается. И вот, допустим, за рубежом, да, люди с этим заболеванием, они спокойно доживают до пенсии, а у нас они живут всего лишь лет 20. Мы боремся с болезнью и в оконцовке ещё и боремся с тем, чтобы нам давали лекарства. Я увидел, что такое коронавирус, на самом деле, глазами врачей. Там была такая ситуация, что мы шли по реанимационной, и девушка-врач мне показывала на одну из кроватей и говорила, до завтра она не доживёт. И лежали трупы людей в чёрных мешках. То есть, ну, это был, наверное, самый тяжёлый момент в плане эмоциональном. Коронавирусная инфекция протекала как-то совсем иначе. А сейчас он злее стал. Каждая смерть вообще – это трагедия. Есть рубрика «У нас мама найдись». Она появилась в 2019 году. Была очень актуальна. Почему? Потому что из-за пандемии все центры помощи детям были закрыты. То есть, отчинных встреч с детьми не было. Семь детей уже точно, уже живут в семьях. Шестеро сейчас на стадии оформления. Была страшная мечта, мы уезжаем домой. Ура! Вот такой ещё материал, который я просто с телефона вот сняла, и в телефоне смонтировала, и тоже отправила. Это вот такая скорость. Скорость, и ты вроде как бы там заряжена энергетикой. Ну, ты вот на этой скорости работаешь несколько дней, а потом такой совершенно опустошённый дом и сваливаешься, ещё после джетлага из самолёта. Мы находимся сейчас в государственном Кремлёвском дворце, и Москва готовится встречать Сагалган вместе с жителями Бурятии. Я желаю всем чувства прекрасного, потому что телевидение – это всё-таки картинка. И как бы умно ты ни складывала слова в предложение, это не будет работать до тех пор, пока не будет картинки. Картинка должна быть красивая. Журналистам особенно удача журналистской, тавтология, заметьте, да, журналистской удачи, острых зубов, вдохновения. Возвращение к прежней жизни, до ковидной. А творческих успехов я им желать не буду. Я плохой человек. Чтобы оставалось время подумать о себе, помечтать, больше времени проводить со своей семьёй. Я присоединяюсь к поздравлению моих коллег и желаю, чтобы 2021 год был для всех нас удачным. Шене Желер, до свидания, БРТ. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин